Добрый день! Всех приветствую на канале и продолжаем серию мини-гайдов по игре Oxygen Included. Сегодня я хочу рассказать о системе замкнутых туалетов. Многих строят, многие строят не так, у многих возникают вопросы почему, что и как. Значит, что нам нужно знать? Нам нужно два здания, уборная и раковина. Уборная это здание, в которое дубликант делает свои дела, то есть ходит в туалет банально. И данное здание потребляет 5 килограмм чистой воды, выделяет 11,7 килограммов грязной воды и также выделяет 105 тысяч микробов за одно применение. Хочу брать внимание, что оно потребляет воды 5 килограммов, выделяет 11,7. То есть дубликант при посещении данного здания генерирует 6,7 килограммов воды. Это очень важно. Второе здание это раковина. Вот она раковина. Оно потребляет 5 килограммов воды за одно применение и удаляет 120 тысяч микробов за одно применение с дубликанта. Для чего нужно удалять микробов с дубликанта после туалета? Если микроб, зараженный пищевым отравлением, после туалета побежит и поест, а он так и сделает рано или поздно, пищевое отравление передастся на еду и дубликант просто заболеет болезнью пищевым отравлением. Все, поэтому надо мыть руки. Как правильно строить трубы? Вы уже, наверное, увидели. Уже схема труб была включена. Вот так правильно строить трубы. Теперь особенности. Подавать трубу можно через белые порты. То есть прошли, вот зеленый порт начался, пошла подача воды, заполнили все строение водой. Выводится вода через зеленые порты, вот пошли зеленые порты и фильтр. Фильтр очистил воду и вернул обратно в контур. Теперь особенности. Во-первых, как я сказал ранее, буквально пару минут назад, туалет генерирует лишнюю воду. То есть этот контур рано или полно заполнится и забьется. Соответственно, вода здесь остановится. Чтобы этого не было, вот здесь стоит мост. И когда вода выходит из фильтра, она попадает в начале моста. Если труба пустая, она по приоритету через мост репортируется в трубу. Если труба полная, она проходит мимо моста и идет в бак. То есть это лишняя вода, которая изымается из контура на ваши нужды. То есть на полив иглоягоды, на лизерку, куда угодно. Можно сделать не вот тут мост, а поставить мост за белым портом входа в фильтр. И тогда мы будем изымать грязную воду. Вторая особенность. Вот здесь подключены последовательно зеленые порты. Во всех гайдах всегда сказано, что так делать нельзя. Это не так. Это отчасти так. То есть зеленый порт уборной заблокируется, если из раковины будет идти грязная вода. Но, так как у меня в расписании дубликанты разнесены на разные графики, они никогда не могут одновременно прибежать. Один дубликант помыть руки, а другой в уборную. То есть всегда в одну единицу время прибегает дубликант в уборную и потом бежит в раковину. По-другому не бывает. Правильнее, конечно, делать вот так вот. Параллельным подключением. А вот это убрать. Но для гайда я специально сделал так. Теперь по помещениям. Уборная генерирует интересное помещение. Помещение называется ванная комната, дает две моральки. Для того, чтобы это получилось, должно быть продвинутая стенция мытья рук. И сама уборная. Минимум 12 клеток. Получаем две моральки. Дальше. Что еще есть у меня в уборной? В уборной у меня есть лампочка, потолочный светильник. Когда дубликант прибегает поссать, в игре это считается выполнением поручения. И, соответственно, если рабочее место освещенное, он будет это делать на 15% быстрее. То есть вот она автоматика. Лампочка загорелась, дубликант быстрее сходил в туалет. Дальше. Кто-то скажет, а что за кнопка с механическим шлюзом? Это вторая особенность. Это фишка, багаюз, как хотите назовите, работа раковины. Как мы прочитали, раковина удаляет микробы, все болезни за применение. Но есть анимация мытья и как раковина выдает воду. Самое интересное, анимация происходит, но удаление микробов с дубликанта происходит в первую секунду. Как он только подбежал к раковине. И то есть дубликанту стоять у раковины не нужно. То есть дубликант прибегает к раковине, наступает на кнопку. Тут же у него удаляются бактерии. Раковина начинает работать, дверь открывается, здание раковины перестает работать. Так как у него нет основания, дубликанта обрывается поручение мытью рук, и он бежит дальше. Это экономия времени. Первая экономия времени – лампочка. Дубликант выполняет поручение быстрее. Вторая экономия времени – обрыв мытья рук. То есть обрыв процесса выполнения мытья рук. Но это никак не влияет на удаление бактерий. То есть бактерия удаляется. Собственно, вот он весь гайд. Теперь бонусы. Бонусы есть здание душа. Очень хорошее здание. Замечательно. Ему не обязательно находиться в туалете, в ванной комнате. Ему можно находиться где угодно. Это здание исцеляет болезни мокрые насквозь, мокрые ноги, небольшое раздражение глаз, сильное раздражение глаз. То есть, когда дубликант примегает, все эти дебафы с него снимаются. Но, помимо того, это здание является также санитарным зданием, которое убирает бактерии. Убирает бактерии очень много. В описании здания написано, я не помню, то ли 200, то ли 300 тысяч. Поправьте в комментариях. Написано, повышает уровень морального духа дубликанта и удаляет микробов с поверхности. То есть, душ может заменить раковину. Кто не знал. И причем он эффективнее раковине. Но в душ дубликант не побежит. То есть, в раковину дубликант, если пробегает мимо раковины, у него грязные руки, он руки моет, бактерии удаляет. Когда он пробегает мимо душа, он не удаляет. То есть, в душ он побежит в тот момент поручения, когда у него в расписании есть перерыв или ванная. При этом, в перерыве у него уже должны быть выполнены абсолютно все поручения. То есть, он должен поесть, отдохнуть. И тогда он побежит в ванной. У него должно быть выполнено поручение сходить в туалет. Тогда он побежит. И еще остаться в свободное время в душ. Как я люблю строить душ? Душ я люблю строить в заповеднике. Чтобы дубликант раз цикл прибежал в душ, получил баф, 6 моральки и убежал. Это, я считаю, лучший вариант. Также на душ влияет освещенное рабочее место. Поэтому здесь тоже есть лампочка, чтобы дубликант быстрее выполнял поручения душ. Собственно, вот и все. Подписывайтесь, фолловьтесь, заходите в дискорд, задавайте вопросы. На любые вопросы отвечу. Если есть какие-то недочеты, замечания по тому, что я рассказал, пишите в комментариях. Посмотрим, обсудим, расскажем. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok